Вот пролетела еще одна неделька, да? Быстро время летит. Уже каникулы наступили. У всех каникулы наступили? И мы с вами разбираем шаг за шагом Божье Слово. Помните, недавно у нас был разбор, такой посвященный очень странному поведению Бога, когда он сказал своему народу, вернитесь обратно, стоило только ему выйти из Египта. Ну вот, читая дальше главу, я заметил еще одно странное поведение, странное поведение от Бога, когда он сказал Моисею, перестань молиться. Вы можете такое представить? Вы собрались молиться, просите о чем-то Всевышнего. Вдруг он вам говорит, хватит молиться. Как бы вы отреагировали на такое? Нормально? Нет? Давайте посмотрим, что было на самом деле, как себя вел Моисей, что сказал ему Бог. И сказал Господь Моисею, начиная с 15 стиха, 14 глава, исход. И сказал Господь Моисею, что ты выпьешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А что было в тот момент? А в тот момент было, что израильтяне увидели, как за ними гонится конница фараона. Вообще, в те времена кони считались очень сильным, мощным орудием. Коней в те времена в Египте не использовали для того, чтобы пахать землю. Они использовались исключительно для того, чтобы возить колесницы с воинами, поэтому коней в те времена сильно боялись. И если слышали стук копыт, то все, считай, беда. Тут народ Божий начал молиться, начал упрекать Моисея, почувствовал свою кончину, что вот-вот сейчас их всех попереубивают. Моисей стал молиться к Богу, а Господь говорит, «Зачем ты молишься? Я привел вас сюда, чтобы совершить чудо. А если так, то подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдутся на Израилевы среди моря по суше. А я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его». И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. Знаете, спустя некоторое время один псалмопевец скажет такие слова, что не на силу коня смотрит Господь, не к быстроте, но к человеческих благоволит. Я думаю, что те слова псалма имеют к этим событиям прямое отношение. Итак, вы начали молиться, а Господь вам говорит, хватит, иди, действуй. Знаете, ведь если мы обращаемся к Богу с какой-то просьбой, с просьбой защитить нас, то, значит, выразив свое доверие к Богу, мы должны смело пойти, и Господь нас проведет от какой-либо опасности. Помню, когда я только начинал ходить в церковь, меня так сильно страшили свои старые друзья, с которыми я не хотел встречаться больше, чтобы они меня никуда опять не затянули, никуда меня не пригласили, и когда я подходил к дому своему, я всегда молился, и говорил, Господи, защити меня, проведи меня, чтобы меня никто не заметил, потому что возле дома на лавочках сидели всегда мои старые друзья-товарищи по старой греховной жизни. И знаете, когда я подходил к своему подъезду, в этот момент Бог отвлекал их они были чем-то увлечены между собою. И я видел, что вот я подошел к подъезду, вот сидят на лавочке ребята, но меня никто не видит. Но меня никто не видит, и я свободно захожу в подъезд, спокойно, безопасно, и Господь меня таким образом хранил. Но что было бы, если бы я подошел к подъезду и продолжал бы молиться, говорил бы, Господь, сохрани меня, ты знаешь, как мне страшно, я боюсь, но ты сохрани меня. И вот стоял бы и молился, и бы молился. Прошло бы время, ребята бы опять увидели меня, сказали, о, пойдем к нам, скорее. Понимаете, иногда, когда мы о чем-то просим Бога, это должно быть сопряжено с нашими действиями. Если мы выразили свою просьбу, если бы народ Божий вот без конца молился бы, молился бы, конечно бы тогда египтяне их настигли. Но Бог с определенной целью проводит нас через страшные моменты, чтобы мы, помолившись, почувствовали, что присутствие Божие с нами и продолжили свое действие. Вот как можно расценить такое странное требование Бога, что ты молишься, что ты вопиешь ко мне. Иди действуй. То есть молитва это предлог к действию. Понимаете? Ну, конечно, это должно все вами быть пережито в своей жизни, чтобы понять это. Но если такие ситуации будут с вами встречаться, вспоминайте слова Божие. Те слова, которые мы с вами здесь разбираем, пусть они приходят вам на память и укрепляют вас, и дают вам право право вам действовать, а не только молиться. Аминь. Поэтому, когда мы просим о чем-то Бога, чтобы Он сделал нас послушными, сделал нас смелыми, сделал нас успешными, то вот эти молитвы, они должны, что за ними должно пойти? Мы должны, да, правильно, мы должны, мы молимся о послушании, значит, нужно быть послушными. Мы молимся о доверии к Богу, значит, нужно доверять Ему, идти и действовать, несмотря на то, что, может быть, даже нам страшно. Если мы хотим быть успешными в учебе, в работе, значит, нам нужно молиться и приниматься за дело. Кто будет молиться? Господи, пусть этот день хорошо прошел, Господи. Мы говорим за родителей таких хороших. Пусть никто не болел. Пусть в эту церковь много людей приходило. Аминь. Иисус Христос, я Тебя славлю и благодарю за этот день. Прости, пожалуйста, меня за все мои грехи, дай, чтобы я больше не заходил за их границу, да, чтобы мы могли всегда пребывать с Тобой и не отворачивались от Тебя, да, чтобы Твоя церковь наполнялась любовью и миром. Сохрани нас на этот день. Спасибо за родителей, которые не курят и не пьют. Аминь. Аминь. Иисус, я Тебя славлю и благодарю, пожалуйста, храниться за этот день, чтобы все жили спокойно, чтобы все веровали в Иисуса, чтобы никто не умирал. Спасибо за наших родителей, спасибо, что они не курят, не пьют. Спасибо, что мы ходим в церковь, что у нас есть дома. Аминь. Аминь. Господи, я Тебя славлю и благодарю за этот день. Спасибо, что Ты нам даешь в Твоем доме находиться. Иисус, дай, пожалуйста, чтобы мы Тебя всегда прославляли. Пожалуйста, дай, чтобы в церковь приходило больше людей и люди все веровали в Тебя. Пожалуйста, Иисус, дай быть примером для других, дай, чтобы показывать другим, что Ты нас спас, нас рассказывать обо всем, что Ты сделал для нас и для всех, кто в Тебя верит. Пожалуйста, Иисус, дай, чтобы мы были Тебя во всем мы всегда послушны и когда нам страшно или просто так, даже когда хотим. Дай, Иисус, чтобы мы всегда в Тебя верили и никогда не поворачивались к Тебе спиной. Иисус, дай, чтобы мы мирно жили все в нашей стране, в нашей церкви, чтобы не было никаких раздоров и никто не ссорился. Дай, чтобы люди, показывая другим, говорили о Тебе и не боялись о Тебе рассказывать, чтобы церковь наполнялась Твоими детьми. Пожалуйста, Иисус, сохрани нас и на этот день, чтобы этот день прошел хорошо. Дай, чтобы все было хорошо. Аминь. Господи, спасибо Тебе за этот день. Благослови, пожалуйста, на эту неделю. Господи, спасибо, что Ты даровал нам таких родителей. Господь, дай, пожалуйста, чтобы мы все жили в мире. Дай, чтобы другие люди, смотря на нас, приходили в церковь. Аминь. Господи, спасибо Тебе за этот день. Спасибо Тебе за то, что Ты нам даешь и помоги, чтобы никто не умирал. Аминь. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за наших детей, за их молитвы, за их веру, которую Ты растишь. Господи, просим, сохрани их жизнь вечную. Мы доверяем их Твои святые руки, потому что мы знаем, что Ты самый надежный хранитель Господь во Вселенной. Мы славим Тебя за то, что имеем надежду и упование на Тебя. Пусть наши дети примут веру насаждаемую для них в этой церкви, сохранят и умножат ее в своей жизни, преобразят Пусть Господи наша вера преображается в действие. Научи нас, как правильно идти по жизни с помощью Твоей священной книги. Пусть Тебе будет слава за все и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, не расходитесь. Я хочу еще вам рассказать к этой истории один пример. Когда я был маленький и начал ходить в четвертый класс, то меня записали в плавательную секцию в дворец спорта Бревесник. Знаете такой дворец спорта Бревесник? Там есть плавательный бассейн. Ай? Ну, мы всегда проезжаем его, когда мимо шлюз едем. И вот там была трехметровая вышка. И тренер сказал, что каждый должен прыгнуть с этой вышки. И знаете, когда я подошел на край этой вышки, меня стало тошнить. Я испугался высоты и сказал тренеру, я не могу прыгнуть, потому что меня тошнит. Как вы думаете, что сказал тренер? Прыгай! И я прыгнул. И знаете, что произошло, когда я вынурнул из воды? Он меня спросил, ну что, тошнит? Я говорю, нет. Так что, когда мы хотим сделать шаг по вере, мы должны его делать смело. И у нас все получится. Аминь.